Дорогие друзья, я буду вас преподавать 5 дней, на этой неделе 2 раза, и на следующей неделе 3 раза будем общаться с вами. Тему, которую будем говорить, эта тема называется новиим. Новиим переводится как пророки. Пророки. Мы будем говорить о всех пророках, которые написаны в Писании, и очень важно будет это посмотреть. В сегодняшних первых нескольких часов я хочу уделить максимум внимания о том, насколько важны пророки и изучение пророков. Мы часто смотрим на пророкческие книги и понимаем, что что-то Бог говорил, и зачем Он говорил, для чего-то это нужно было, что сегодня является для нас фундаментом. Очень интересный момент такой, что еврейское Писание, все еврейское Писание делится на 3 составляющие группы Писаний. Это Тора, Новиим и Китувим. Это 3 части, которые делятся Писанием, еврейское Писание. И если мы говорим о мессианском движении, то мы добавляем еще Брихадаша. Это четвертая книга для нашего изучения, но мы ее изучать не будем. Одну из четырех книг мы будем изучать, это книга Новиим, как пророки. Пророки, они делятся на две части. Это решаним, это ранние пророки. И потом есть охраним, поздние пророки. Ранние и поздние пророки. Мы будем видеть разницу между этими двумя вещами. Но посмотрите внимательно, откройте вместе со мной Луки, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. Потом Ишуа сказала им, вот что значат мои слова, которые я говорил вам, еще когда был с вами, все, что написано обо мне в законе Моисея, у пророков и псалмах должно исполниться. Мы читаем это так просто, знаете, вот у Моисея записано в пророках и в псалмах. Но если вы переведете больше как на еврита и с еврейского точки зрения, он говорит, все, что написано в Торе, в Новиим и Китуим должно исполниться. Другими словами, он говорит, что я хочу сегодня вам сказать, что пророки и то, что сказано в пророках Господом для всего времени, оно действительно и сейчас. Есть вещи, которые исполнились через пророков и самого Мишуа, о днях, о которых он жил, которые жили первоапостольская община и после нее, и то, что происходит сейчас. Действия пророков или слова, которые были сказаны пророками через многих этих божьих людей, Бога были даны, они сегодня конкретно касаются и нас самих. Один из таких важных моментов, которые мы переживаем в современном мире, это восстановление Израиля. Собственность они получили землю. Это тоже было сказано об этом в пророках, что этот день настанет, и многие из нас, мы переживаем это. Поэтому мы будем смотреть на пророков, смотреть, что происходило тогда, как оно связано, как оно связано в то время и с Брихаташа, Новым Заветом. Но это будет только лишь поверхностный такой обзор пророков. Поверхностно будем проходить их. Не будем углубляться, потому что Исаия, Еремия – это такие пророки, которые нужно глубоко копать. Такие, как Даниил, например, они не входят в часть пророческого такого визжа. Это уже был китувим. Но там тоже есть вещи, которые нужно изучать и необходимо изучать. И это очень важно. Иешуа именно утверждает это, что пророки являются частью Божьего исполнения, Божьей Торы, которая для нас для изучения. Захария, 7 глава, 12 стих. Интересное место. Говорит это так. «И превратив сердца в кремень, чтобы не слышать закона тех слов, что посылал Господь воинств своих духом через прежних пророков, когда сильно прогневался Господь воинств». Я читаю вам просто из Захарии более несовременный перевод, более к ивриту. И здесь важность такая, что были прежние пророки, через что Бог говорил, а они не были послушны. По этой причине и заделал Бог их сердца в сердце кремень, то есть каменное сердце. Мы видим, что Захария говорит о том, что Бог конкретно через пророка утверждает некоторые принципы, позиции для изучения, исследования, исполнения, быть послушным. И важно, что не только Захария об этом говорит, не только пророки, которые мы будем изучать, но также и в Деянии апостолов. Есть место Писания, которое тоже очень необходимо понимать. Например, 3 глава с 12 стиха. Петр увидел это, обратился к нудру. Израильтяне, что вы этому так удивляетесь? У вас такой вид, будто это мы благодаря собственной силе или благочестию поставили этого человека на ноги, и он стоит перед вами. И это как бы такая часть, то, что происходило тогда. И в 21 стихе этой же главы сказано, «Он должен остаться на небесах, и об Ешуах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что обещал с давних времен устами своими святых пороков». Заметьте, что он не говорит здесь просто о законе Моисея. Он говорит, что то, что он обещал через книгу Новиим, он исполнит. И ему придется оставаться на небесах до определенного времени, пока то, что сказано в пророках, не исполнится. Это Деяние апостола, 3 глава, 21 стих. Почему нам так важно сегодня признавать и такая вот ценность пророческого Писания? Зачем это нам нужно, как вы думаете? Для чего нам важно понимать то, что в Писании у нас есть пророки? Почему нам так важно, что эти пророчества или пророки, они, как говорится, сильны и в современное время? Написано, что, например, Деяние апостола, он говорит о будущем, да, вот, например. Ибо дни лукавы. Ну, микрофон у тебя есть? Вот, например, Деяние апостола говорит, пока все, что там сказано в пророках, не исполнится, Ишуа будет удержан до второго пришествия. Так? Деяние апостола, 3 глава, 21 стих. Здесь вот такой вот интересный момент. И для нас изучение пророка, я вам обещаю, что будет интересно, мы будем разбирать эти моменты. Я просто хочу вам объяснить, почему нам, как верующим людям, живущим в современном мире, и можно так сказать, многие говорят, мы живем в последнее время, но насколько оно последнее, мы еще увидим. Но на самом деле нам, живущим в последнее время, необходима и важность изучения Писания. Почему оно так критически важно? Помните, Ишуа в Лукеш 4 глава, 17 стих, он начинает цитировать Исайю 61. И он говорит фразу, что вот то, что было написано, Исайя, да, сегодня исполняется перед вашими глазами. Он говорит, вот оно исполняется уже, это время уже настало. Это вот момент такой развязки, где Ишуа берет слово, которое было сказано за много сотен лет до него, до его рождения, до его страдания, до его служения, и он берет слова, которые были сказаны о освобождении, на свободу. Да, вот время Господне, или лето Господне благоприятное. И он закрыл и говорит, оно перед вами исполняется. Я это лето Господне. Я этот год, юбилейный год. Я являюсь юбилейным годом, годом, когда всех отпускают на свободу. Тоже исполнилось это конкретно, или это несказательно. И вот здесь Ишуа начинает истолковывать то, что было сказано задолго до него. Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня. Он не просто зачитывает, он начинает им говорить о том, что этот Дух, Он на мне, и этот Дух помазал меня на что? Освобождать. Исцелять. Это время уже настало. Мы должны понимать, что в пророках Бог не только показывает, как Бог любви, что Он любящий Бог. Мы видим, как очень часто Бог обращается к Израилю с любовью, восстановлением, чаянием, давая понять будущее. Но также Он является Богом, Богом, судьею праведным. И вот здесь именно пророки открывают Его любовь и Его праведность. На чем мы можем учиться через пророков, как себя вести в данном, в современном мире. Потому что роль пророческого служения необходима на сегодняшний день. Но она не похожа на тех пророков, которые были в то время, когда было Писание, вот это мы говорим, поздние или ранние пророки. Мы понимаем, что нам это необходимо, но оно очень сильно отличается от современного положения. И мы видим послание к евреям. Бог говорит о многих вопросах именно в восстановлении пророческого действия. О том, что должно исполниться то, что написано в книгах-пророках. Второй Тимофей, откройте, пожалуйста, вместе со мной. Только если вы можете быстро, я буду заставлять вас читать. Третья глава, шестнадцатый стих. Второй Тимофей, третья глава, шестнадцатый стих. Там она читает, что все Писание. Что все Писание? Вы читаете, я вижу, есть нету Писания. Добренько, хочу заставить вас, у вас должны быть Библии. Давай, Олег, у тебя микрофон, возьмем микрофон в руки и читай. Все Писание Бога духовенна и полезна для научения, для обличения, для исправления, для насоления правильности. То есть, что значит все Писание? Что для вас все Писание? Ну, правильно, как бы все Писание включает Тору, Китувим, Новим. Оно для исправления и наставления. Поэтому нужно понимать, что Бог, чтобы мы не просто понимали о Торе, о том, как все статворилось, как Моисей действовал, как были написаны пять книг Моисея, мы говорим, пяти книжья, Тора. Не только там есть правила для хамового служения, внутреннего положения, чистоты, порядка, устроения самого Израиля. Но также там есть и пророки, которые имеют наставление и показывают нам выход, как найти этот путь. Этот момент очень-очень важный, чтобы понимать. Например, почитайте сейчас Исайю 30 глава, 8 стих. Исайя 30 глава, 8 стих. Олег, у тебя это быстро все получается, ты будешь читать у нас. Теперь пойди, начертай это на доске у них и пиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время навсегда, навеки. Вот видите, он говорит, запиши, чтобы это осталось навсегда, навеки. Но Писание говорит, что оно должно исполниться. Пока оно не исполнится, то, что написано, оно, Ишуа, не придет. Матфея 5 глава, 17 стих. Там говорит Ишуа, не думайте, что я пришел, чтобы разрушить, или в закон, или пророков. Он говорит, я пришел, чтобы исполнить. Это исполнение очень важное. Он говорит, я хочу, чтобы поняли, я пришел утвердить пророков о том, что и через них было сказано, оно не пройдет даром. Очень интересная фраза, помните, когда люди подходили к Ишуа и говорили о Царстве Небесном и так далее. Ишуа обращается, Иоанн 5 глава 39 стих говорит, вы исследуйте Писание, потому что вы хотите... Исследуйте Писание, вы хотите иметь жизнь вечную? Исследуйте Писание. А они говорят обо мне. То есть, мысли мы посмотрим красной нитью, через... от начала и до конца. Писание говорит о Машеихе и его силе, его воздействии, его пришествии, его страдания, воскрешения и возвращения обратно. Мы увидим через все Писание, что Библия говорит о Мессии. Христианское, может так, более протестантское, или христианское понимание пророков начинается с Исаии и заканчивается каким пророком? Малахии. Исаия, Малахии. Но если вы возьмете сейчас еврейский новиим, начинается с Иисуса Навина. Иисуса Навина начинается. И включает большие пророки, малые пророки, поздние, ранние пророки. И вот для нас нужно понимать, почему оно так важно. Я не знаю причину, почему христианский подход именно с Исаией. Наверное, потому что там очень много сказано о Мессии и о страдании, о возвращении Израиля. Пророческие такие вещи. Но я понимаю, почему новиим, еврейские Писания, начинаются с Иисуса Навина. Потому что, фактически, там начинается исполнение пророчеств, которые Бог давал Аврааму, Ицаху, Якову, который обещал Моисею вывести в землю. И там начинается исполнение пророчеств, что является важным атрибутикой для новозаветной картины. Потому что, фактически, если так взять серьезно, разобраться, то обетованная земля, как часто люди хотят себе представить, как будто это та земля, которой мы попадаем на небеса. Часто говорят, мы в нашей жизни, мы идем по жизни, нам трудности, мы боремся, мы воюем. Но небо – это наша обетованная земля. Но я не согласен с этим совсем. Почему? Потому что, войдя в обетованную землю, для евреев нужно было ее захватить, завоевать. И каждый из вас скажет, ну, правильно, Писание говорит, прилагайте усилия, восхищая Царство Небесное. Так разве не подхоже? Похоже, но не совсем. Если, помните, говорит, если вы не изгоните этих врагов, то они станут для вас колючкой, да, они станут для вас терном, ваш Бог. Но мы знаем, что на небесах не будет ни болезней, ни скорби, ни врагов, ни всего такого, скрежет зубов, или там еще плача. Там не будет, будем говорить тогда. То обетованная земля, я больше могу сказать, это, наверное, жизнь христианин, победоносная жизнь верующего человека. Потому что ты борешься, ты побеждаешь, ты участвуешь в благословении. Ты расцветаешь. Не борешься, не расцветаешь, попадаешь в серьезные проблемы. И так в своей обетованной земле ты находишься, но владеть ею как бы не можешь. И вот эта картина, наверное, больше сказать, победоносной жизни верующего человека, обетованная земля, как для меня, я так понимаю. Мы можем смотреть, какова роль пророков, что это за позиция и откуда она начинается, с чего начинается родина, с чего начинается этот призыв пророческий. Кто такие пророки вообще? Что это за позиция, за статус такой? Как вот на ваш взгляд, что это значит? Избранники Божьих, Глашата и Голос Божьего. Это Глашатые, которые слышат голос Божий. Да, да. Я говорю, те же послания, как бы от Бога. Как я люблю говорить, часто я так спрашиваю. Если ты разговариваешь с Богом, как это называется? Да. Но когда Бог говорит с тобой. Ну да. Такая вот... Это, может, новозаветным положением в современном психиатрической больницах и так далее, так как бы много таких есть пророков. Особенно в Иерусалиме, когда встречаешь, люди ходят там и Давиды, и Мирьям, и там еще Соломоны, если возможно, ходят такие куску-ку, да, вот пророки. Но, как бы, с одной стороны, вот кто такой пророк? Вот какая его позиция? Что это за личность? И при всем этом, как бы, они были побиваемы. Они были уничтожаемы. Даже тот же Исайя, извините, чаще всего, ну, как бы, он был, как бы сказать, ссылается на то, что Исайя, он не просто был пророком, он еще был еще, я буду говорить об этом, он еще был родственник к царскому престолу, и он пророчествовал о будущем, и, в конце концов, его распилили, взяли, положили между двумя бревнами и распилили. Поэтому послание к евреям, говорит, были перепилины, ссылая ссылку на Исайю. То есть, пророком быть, это, как бы, очень рискованное дело. Кто хочет быть пророком? Многие, да? Но это очень-очень рискованное дело. Сегодня в гуманистическом таком обществе мы, как бы, имеем нисхождение. Если нас здесь не послушали, мы пойдем в другому месту, и так далее. У евреев так не происходило, и так далее. Если ты хороший пророк, ты хороший пророк. Если ты плохой пророк, то тебе, как бы, доставалось по полной программе. Пока Израиль сам не входил в какие-то, можно сказать, искушения и поклонения другим идолам. И все же призыв. Что такое быть пророком? Это призвание. Это призвание в жизнь человека. Я могу сравнить его с призванием, наверное, как и пересвященника. Хотя первосвященство, такое призвание, оно было наследственным, по колену Левия, из череды, будем говорить, из Лона Ааронова, первосвященство, оно передавалось таким образом. Они были представителями предгосподств, предстояли предгосподством за народ. И все же, я хочу говорить о том, что у пророков, у них было похожее призвание, хотя они могли быть из любого колена Израиля. С любого колена израильского они могли быть. Почему я связываю это настолько сильно? Я хочу объяснить немного. В исходе, 19 главе, говорит, Бог говорит о том, что я вывел вас из дома рабства, как вы на орлиных крыльях, себе. Чтобы вы были народом святым. Были народом священников. Он обращается ко всему народу, как к народу священников, очень важно, народу святому, отделенному для Бога, в священодействии такой позиции. И это очень интересно, потому что далее мы видим, что народ, который испугался и сказал Моисею, ты иди, а мы здесь потом постоим и подождем все. Вот с того момента изменяется позиция, и Бог избирает левитов, как те, которые будут предстоять пред Всевышним, которые будут ходатайствовать за народ, которые будут делать священодействие. Но весь народ остался призванным, призванным быть народом святым. Или нет? В том моменту уже все. У меня святые только священники, потому что это святой, священник, священник, вот мы отделим. А вот все остальные как бы уже все. Вы грешники, все. Нет. Он обращается к Израилю как к отделенному народу, который призван вести в этот мир Мессию, и он отделенный. И вот, чтобы не утратить эту позицию, как бы, шансов, это лично мое мнение, шансов показать этот священник, священник, был тоже пророком да мы будем говорить и другие были пророками и мы начинаем с того что иисус навин он тоже входит в книгу пророческие то есть да и тоже пророческие действия и другие пророки могут быть илья или сей самуил да но очень важно очень 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 важно что некоторые некоторые даже цари они были пророками давид ну давид ну да 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 пророческий говорил слова которые исполнились в ешуа мессии потому ешуа говорит и то что написано псалма то есть то что написано хитувим тоже оно должно исполниться мы также понимаем что соломон какой-то степени был пророком пророческие действия делал помните да эти моменты и другие но при всем том что ни один царь не мог быть священником или первосвященником также как практически кто из первосвященников был при пророком кто из первосвященника был пророком она 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 не а не она но при при аня ишуа об ешуа что он говорил кофе и каяфа ну да про его это что он говорил пророчески да вот такие вот вещи одно еще кто еще из первосвященника были пророками очень сложно да правильный ответ да как правильно мне ну как бы был правильный ответ но как и в детской школе говорит дети нарисовали там зоопарки так что у вас что у вас нарисовано ну иисус вы понимаете правильно это иисус но так на белочку похож да парада вот интересная тема что хотя и ее ханан не был спиро священником но был из аароновой череды он был можно сказать претендент на то чтобы ему выпала честь войти во святая святых и бы если делать еще на действие тоже мог быть пророком да действительно мы можем увидеть эти вещи и как бы позиция пророка это более такая наверное гибкая они как и священники предстояли пред богом и ходатайствовали за народ говоря им как исправиться если священники производили действия перед господом как написано да вот ходатайствовали перед всевышним через жертву то эти они наставляли народ и стояли тоже в проломе за народ и если посмотрите мы не найдем пророков которые бы ну как сказать богу и так пророчествовали плохо чтобы только дать вот насолить израилю вот гады такие да вот они 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 говорили более о том что они говорили о том что господь приготовил и как исправить это дело и что изменится когда они покаятся то есть сострадание пророка всегда можно увидеть увидеть всегда современные пророки которые встречаются очень часто многих общинах либо церквях да те которые с большим мечом ходят карающим последнего времени у них нету жалости к народу они говорят о том что вот идет грядет беда и ну хоть не погреть не покаятесь погибните все так далее и когда чаще всего где ты попадешь а меня бог сохранит я говорю вот это хорошо то есть тебя сохранит всех уничтожит но что-то не в описании происходит если возьмете пророков да вот особенно последних пророков они все почти были то ли в изгнании то ли они были в плену да возьмите того же даниила который более такой пророк с откровением таким что будет в конце времен и что произойдет там наказание но он был в плену как и весь народ тут страдал и многие из пророков страдали со своим народом а наши современные пророки не хотят страдать с божьим народом они считают себя чистыми как илья наверно войдет в пещеру и 40 дней там будет его ворон кормить и поить и все же пророки не часто их встречали с простертыми руками с любовью нет почему я скажу что их ждали потому что если вспомним за елисея да то женщина которая не еврейка построила ему специальную комнату потому что она видела порока человека божьего да и по и она не тоже жалилась а пускай восстанавливается мы придем к этим вопросам еще интересным все равно их встречали и и боялись с одной стороны и с другой стороны любили да вот но чаще всего их не встречали с простертыми руками бог никогда не делает ничего не сообщив своим слугам дали своим рабам пророкам поэтому об этом говорит даже послание к римлянам 11 глава что бог поднимал в и говорит о том что эти пророки для того служили чтобы показать божию именно милость при всем наказании тяжело когда ты не знаешь за что тебя наказывают да но еще тяжелее когда ты не знаешь чем у нас за все закончится вот например например бунга и так есть люди которые по каким-то обстоятельствам попали в тюрьму и сам вердикт очень простой по статья такая то наказание такое то срок такой то и мера пресечения то есть там от трех до пяти лет от трех до пяти лет и ты думаешь ничего себе от трех до пяти вместе три или пять но там есть условия да вот например при хорошем поведении да раскаянном состоянии можно получить еще условно у как хорошо это сразу тебе и легко стало и ты начинаешь себе думать как так вести себя чтобы не попасть вот наверное примерно такой вот момент именно с пророками идет воздаяние за преступление оно всегда будет и чаще всего я буду говорить так что для этого был дан танах чтобы раскрыть всю картину закона всю красоту закона всю ее можно сказать благословение закона и проклятие проклятие это такое слово это обратная сторона благословения то есть это что ты это я буду говорить так по-другому это пустое благословение что это значит да вот это виталий как сразу нахмурился что это значит пустое благословение когда думаешь что то что ты делаешь оно правильно оно вроде бы нормально человеческих понятиях но оно не приносит тебе не прибыли не не успеха не не это ну как бы сказать не наслаждение да это что как бы сказать это благословение но но когда мы говорим проклятие и благословение там чаще всего говорится о благословении то что приносит избыток что ты будешь видеть что ты будешь умножать то есть твои поля да твои козы твои так далее будет оно умножаться а при пустом благословении то есть ты думаешь что ты следуешь писание как бы ну почему именно так я же плохого ничего не делаю но я же правильный человек но оно не принесет этого благословения которое ты мог бы иметь в законе божьем понимаете да вот в чем больше чаще всего как проклятие ну понятно если ты не это не будешь делать то будет проклятие чаще всего люди выбирали ходить благословение но там именно как бы так сказано знаете вот что пустое благословение то что не приносит видный плод если ты не будешь ходить с богом вот и вы мне послушайте что я так вот отклоняюсь но именно вот этот интересный момент пророки они как 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 первосвященники которые служили делу израиля они должны были служить в теме израиля о чем я если вы если понимаем что на три праздника должны были обязаны были прийти все мужчины в израиле да на какие праздники пасах шабаот сукот обязательно было прийти представьте себе картину я понимаю что вы уже дмитрия все любите вопрос так как бы что делать между этими праздниками не ну понятно шабаот эти но они же далеко находились если место поклонения было до храмового поклонения это было местом мы будем еще об этом говорить шиллоу там где находилась скине собрания и туда прийти со всех сторон три раза в году это одно что делать в отдаленных частях как народ должен был приближаться к богу в душе да вот это я думаю что вот здесь то вот на господь и дело это призыв призыв пророков к служению которая ну вот сказать вспомогал тому чтобы народ получал и обличение и получал раскаяния то есть понимаете да такое состояние вот пришел пророк сейчас скажет в чем я как бы согрешил чего он шипок ко мне не пришел надо покаяться раскаяния иметь вы понимаете да вот функция пророка была одна я буду говорить я это мое личное понимание было на уровне это не пересвященники но они были вводимы божьим духом для того чтобы возвращать израиль к сенсу понимания как бы ну прегрешения потому что честно говоря не у каждого в то время была тора напечатанная в айфонах и айбуках и все остальное да вот ай кай ай кай но не было в этом во всем она была написана она была у священников им нужно было жить и пророческие вот пророческие пророки они возбуждали вот это состояние раскаяния один пример один пример с давидом помните да очень уникальный пример хотя уже давид приходил поклоняться в дом божий да в шатер но пророк приходит и говорит ему несказание такое у одного человека была одна овца и он говорит нужно чтобы наказать это ты он раскаивается то есть пророки служили таким манометром да таким для израиля чтобы понимали люди что нужно иметь перед богом чистое сердце и мы пройдем через вот многих пророков которые именно так действовали ну я буду говорить так честно на уровне священническая работа они как священники которые работали на периферии которые открывали грех израиля потому что нужно было ты не мог проконтролировать это все и люди приходили там только на некоторые праздники и вот этот момент очень важный и интересный у нас еще есть примерно три минуты в чем еще заключается призыв вот или призвание пророков как вы думаете наверное их 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 не наверное основная задача это было покаяние возвращение к богу возвращение к богу в современном либеральном обществе такому иудейском либо христианском вопрос пророческого дара или пророков очень сильно оно как бы так сглажено но либерально подход такой и если вы посмотрите то я думаю что пророческому дару нужно иметь силу влияние возврата к богобоязненности народа чтобы вернуть народа к богобоязненности мало сказать народ мой покайся там вижу грехи твои и так далее если не покаясь у вас будут такие 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 там беды вопрос богобоязненности вернуть к основам трепета пред господом я думаю это одна из самых таких серьезных задач пророка это не просто сказать что людей ожидает а как его привести к сознанию того что есть бог которая перед которым нужно раскрыться которая может защитить эта задача я думаю очень сильно затерта в современном мире мы идем на перерыв и вернется